Мы их поливаем вот так вот лимонным соком и это вкусно. Это Терегульский лиман. Вот там вот, видите, устричная ферма. Где же ты, Маруся, с кем теперь гуляешь? Взял два капучино, стану президентом, начну брать шаурму. Илья Пьегорыч стреляет, уйдет. Привет, друзья, с вами Сан Саныч. Вы на канале Взрослый Разговор. Вот там за спиной у меня устричная ферма. Я уверен, что многие из вас слышали о ней. Может быть, многие даже были. Для начала я расскажу, как мы сюда добирались. Посмотрите, как мы ехали из Одессы. Мы выезжаем из Одессы. Отсчет возьмем от КП. Я ставлю по нулям одометр. Время сейчас 10.32. Вот КП Одесса на Николаев. Мы с вами замеряем, сколько километров и сколько по времени займет дорога. Доброго пути! Мы едем все время прямо. Указатели должны быть на Николаев. Мы заехали в первое село. Оно раньше называлось Свердлово. Сейчас, если не ошибаюсь, Иваново. Трасса достаточно загружена. Не могу проехать этот поворот. Вот 33 километра. Нужно обязательно остановиться, купить кофе. Здесь очень-очень хороший кофе. Поэтому делаем небольшой пит-стоп, кофе-брейк. И будем ехать дальше. Это не реклама. Взял два капучино. Стану президентом, начну брать шаурму. Пока зарабатываю только на капучино. Ну что, продолжаем дорогу? Подъезжаем к легендарному населенному пункту Коблево. Это такой важный ориентир в нашей поездке. Впереди КП. Доблестная полиция. Которая бдит, чтобы мы с вами не нарушали правила дорожного движения. Поэтому сбрасывайте. Там знак 40. Занимайте крайнюю левую полосу здесь. И едем аккуратненько прямо. Вот справа мы можем увидеть КП. Наша задача сейчас полностью проехать Коблево. И за Коблево первый населенный пункт налево. Мы там будем, соответственно, поворачивать налево. Пока полюбуйтесь красотами Коблево. Конечно же здесь вино, виноградники. Сейчас мы будем проезжать. Мы увидим и слева, и справа. Подозреваю, что именно из этого винограда делается вино Коблево. За Коблево первый населенный пункт. С левой стороны включаем левый поворот. Виноградное. Село. Поворачиваем. Как мне рассказали те люди, которые там уже бывали, нужно проехать через все село. Выехать на проселочную дорогу и ехать прямо километров 10. Ну, что, собственно, мы с вами сейчас и проделаем. Дорожка, сразу скажу. На твердую троечку ехать можно, но аккуратно. Аккуратно. Потому что ямки виноградники. А что еще может быть в селе Виноградном? Да, видимо, сюда еще президент не приезжал, судя по дорогам. Вспоминается фильм из детства, который назывался «Мерседес уходит от погони». Кто не видел, найдите этот фильм. Это про войну, про немцев. Вот такое ощущение, что этот «Мерседес» знает, куда он едет, а мы его догоняем. Так, коротко о самой дороге. Я думаю, что после дождя здесь проехать будет очень-очень сложно. И также будет очень сложно проехать на машине с маленьким клиренсом. На низкой, грубо говоря. Ну, и сильно здесь, конечно, не разгонишься. Но места живописные. За что я люблю нашу с вами страну? За то, что она красивейшая. «Мерседес, давайте мы его догоним». А «Мерседес», походу, уходит. «Клеб Егорыч стреляет, а уйдет». «Стреляй! Стреляй, Клеб! Ну что же ты ждешь? Стреляй!» «Масел, Ваня, а ну держи меня!» «Как держать?» «Нечно!» «Клеб Егорыч, стреляй! Стреляй, Клеб Егорыч!» «Уйдут, проклятые!» «Как говорится, устанешь пыли глотать». «Это как раз про эту ситуацию». «Отсюда открывается прекрасный вид на Телегульский лиман. Есть такие обрывы красивые». «Красотища!» «Красотища!» «Если вы не любите сидеть на месте, на пятой точке, то это отдых для вас». «Потому что он такой, скажем так, с элементами экстрима. «Не совсем, может быть, он комфортный, потому что где-то нужно потрусить попой». «Вот, смотрите, какой мы красивый мостик переезжаем». «Вот с одной стороны, с другой стороны. А мы стоим на таком прикольном мосту». «Едем дальше». «Едем дальше». «Едем дальше». Говорят, здесь есть вторая дорога Которая Засыпана гравием Но это для нас оказалось ближе Поэтому едем по ней Ребята, это тур выходного дня То есть такая поездка Она занимает время К ней нужно готовиться Если вы очень сильно любите кустрицы И жить без них не можете Я думаю, что лучше скорее всего Пойти в ресторан Сейчас в любом ресторане Они есть и продаются Но если вы любите приключения И легкий экстрим То тогда этот отдых для вас Ну и естественно у вас должен быть автомобиль И Опция, которая есть в нашем автомобиле Это трезвый водитель Вот он Так, вот второе село Про которое нам говорили Сказали, что за селом Нужно будет уйти налево Я думаю, нам Тудой, как говорят в Одессе А много ли корова дает молока А, нет, это бычок Туда даже дороги особо нету, да? Ну Хотя вон там тоже какой-то движняк Видишь, он вдалеке Надо найти кого-то местного и спросить Мы выехали на асфальт Вернее, выезжаем Нам сказали, лучше выехать вот на асфальт Асфальт И следующая коса Это устричная ферма Мы не любим легких путей Поэтому не пользуемся навигатором Что это здесь такое? Какой-то антистресс С запахом Да, запах такой в машине После этого антистресса, да? Какая-то серьезная органика Кто-то не донес Не довез, вернее До двора На самом деле Ребята, которые Ну, вот эта устричная ферма Они рекомендуют сразу забить координаты И ехать по координатам Ну, я так не люблю Я люблю сам искать дорогу Находить ее Красивая природа Прекрасное село Когда-то было Была бы к нему дорога Я думаю, что отсюда бы люди Не разъезжались Потому что глобально От Одессы 48 километров Не так-то и далеко Для любителей костра и солнца Вот, пожалуйста Вино По-любому домашняя Ага, вот устричь из кифии Смотрите Вот, наконец-то есть указатель Ага Налево Это хорошо Как говорит один мой товарищ Люблю налево Ссылка на профиль товарища Это будет под описанием видео Шучу Значит, вот Шатры Машины Палатки Даже вон Деревенский туалет Друзья, мы прибыли на место Мы проехали Почти 50 километров 49,2 По времени это заняло Около часа С учетом того, что мы останавливались Но считайте, что час Ну и вот так вот это выглядит Сейчас мы выйдем и сделаем Конечно же полноценный обзор Так, ну вот мы припарковались Прямо на берегу лимана Так, хочу потрогать водичку сразу Так, водичка теплая Я понимаю, что вот там вот растут одеустрицы И вот Сейчас посмотрим, пойдемте Так, вода теплая Купаться здесь можно Здесь песочек Я думаю, что здесь мы и будем купаться Немного плавают водоросли, но Нас это может огорчить Но точно не остановит Идемте смотреть ферму Так, мы зашли с задворок Тут что-то варится Я понимаю, что здесь готовится еда Которую нам предложат Вот очередь за За едой Тут занято Добавляем Добавляем Смотрите, вот этот большой стол Видите, девушка в танце сабаси Там ты часу дня То есть полтора часа Медия Тогда ты сам Ты сам Ты сам Ты сам Ты сам Добавляем 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 Одного целуешь А меня кусаешь Одного целуешь А меня кусаешь Друзья, приезжая сюда На восточную ферму Вы должны быть готовы К отдыху, так сказать, дикарем Потому что глобально Здесь таких вот шикарных условий Да, там есть шезлонги Вы должны быть готовы к тому Что здесь такой отдых на природе Вот Просто будьте к этому готовы Я так думаю А, еще одна штучка Еще одна штучка О, да, да Где мне? Я был заправлен Все, у вас Берите в прайс Так, что мы не заправим Креветки вам приняты Конечно, а вы не заправили Конечно, а вы не заправили Пять штук забрали? Пять штук забрали, да? Ой, подойди Подойди, шесть Шесть Нет, забрали на это Ну, забрали Нет Нет Здесь есть устрицы Они свежие Они вкусные Вот Мы их поливаем вот так вот Я не официант, но у меня получается С бокалом холодного белого И с устрицами Ухожу подальше от мирской суеты Первый раз в жизни ел устрицы Мне понравилось Зачет В двух словах об отдыхе здесь Если вы не привереда Если вас не пугает легкая антисанитария Здесь удобно в каком плане? Вы вот поставили машину Вот там шезлонги Можно бесплатно сесть На берегу Можно взять шезлонг Который стоит 100 гривен Можно взять катамаран Который стоит 200 гривен Два часа Мы возьмем катамаран И покатаемся Вот И в общем-то Вы отдыхаете Кайфуете Еще раз говорю Отдых этот на любителя Но он имеет место быть Телегульский лиман Заходим Водичка очень-очень теплая Вы видите, народ И очень-очень красиво здесь, конечно Что ни говори А природа компенсирует все Пока ждем катамаран Заняли очередь Мы третье В списке Пойдем посмотрим Ферму Иду я по воде Вода теплейшая Сегодня 25 августа Вода просто шикарная И так, по идее Там должны расти устрицы Тут есть сервис Экскурсия по Устричной ферме Стоит он 380 гривен Вам что-то рассказывают Про устриц И какое-то количество устриц Входит В стоимость То есть вам 5 или 6 устриц дают По идее На этих палках Должны расти устрицы Видите Вода прозрачная Ничего там нет Люди вон тоже пытаются Что-то найти Пустая сетка Что, не нашли ничего? Нашли устрицы? Много? Две А я уже думал Как в том анекдоте Рыбы здесь нет Что-то говорится Они перетрусились Раз, два Что-то есть Пустая Ага Пустая Они закрыты Двойные Пожалуйста Пять штук На всю сетку Обманули нас Все понятно Что ничего не понятно Да? Что нас обманули Да Нет, это же не Одесса Это же Киев И Николаевская область Ферма Киевская А он и действительно Да? Вот смотрите Раз Два Это открытая Три На бежмек воду возит И малек какой-то застрял Ой, рыбка Говоря бы и было Куда видите Не, ну устрицы вкусные Согласитесь Я попробовал Мне понравилось Я первой жизни пробовал Настюшна, она укрыла Вот еще какая-то радушка Вот она Видите? Он обиделся О, вот устрицы Обиделся Есть там, да? Он сейчас будет кричать Кто кричать будет? Устрицы? Ну, не знаю Наверное И они здесь Они же, наверное, разрешают Если они здесь Охрану же не поставили здесь Нет, я не достану Это мы куда едем? В Киев Потом Не, в Одессу Все же Все пути ведут Все нормально А вы говорите Развод Развод Ну там на палках Ничего нет Не, на палках я поставил Что ничего нет Ну есть подозрение Что ферма Где-то в другом месте Оттуда ехали Там тоже видно Много палок Я тоже думаю Наверное Если можно Подъехать Ну то есть Это чисто для туристов Такое Показать, что есть Шарят Не, ну они свежие Вкусные Все нормально С тем объемом То, что сегодня съели Ну да Тут они не выросли Ну то есть Это имитация Усточной фермы А сама ферма Где-то в другом месте Потому что с тем объемом Что мы сегодня съели Только мы То То, что мы нашли Здесь реально В этих сетках Равнозначно Но Все равно Классно Красиво Свежий воздух Лиман Сейчас еще Катамаранчик придет Но вывод такой Экскурсия за 380 гривен Ну скорее всего Не нужна Потому что я так Просто стоял Послушал Они рассказывают То, что в принципе Написано в интернете То, что рассказывают Они у себя на сайте О размере устриц Каких-то пару баек Ну как обычно На экскурсиях Основная ценность Этой фермы Это сами устрицы Они вкусные Они классные Все остальное Ну откровенно Так На троечку Я имею в виду Сервис Я имею в виду Чистоту Ну как минимум Один раз Попробовать стоит Если вы конечно Не бешеный фанат Устрицы Не можете без них жить Ну что Прошло Около двух часов Мы наконец-то Взяли катамаран Катамаранов здесь мало Штуки три Максимум четыре Наверное Мы были в очереди Третья Это все ерунда Водичка в Лимане Молоко Я вам скажу Я купался уже Это водичка-молоко Водичка-молоко Да Это значит Что она очень теплая Теплая? Да Мы сейчас Где-то Выплывем подальше Отплывем И еще поплаваем Померяем Лиман очень Чистый Но для того Чтобы По оккупации Поплавать Нужно идти далеко Думаю Что метров сто Минимум Друзья Сегодня я вам показал Устречную ферму Выводы делайте сами Пишите в комментариях Понравилось вам или нет Посетите вы это место или нет Вы были на канале Взрослый разговор С вами был Сан Саныч Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Пока Хочу поделиться своим Послевкусием От посещения Устричной фермы Глобально я отдохнул Мне понравился Мой отдых Захотел бы я сюда снова вернуться Ну Скорее всего нет Как для себя Я отметил это Знаете Вот Посмотрел фильм один И не помнишь о чем он Ну то есть Один раз посмотреть Один раз посетить Устрица очень вкусная Ну и наверное все Природа очень красивая Но это к устричной ферме Никакого отношения не имеет Ребята Поработайте над чистотой Потому что Реально очень Очень грязно У вас очень много клиентов Не бедных Я видел хорошие Дорогие машины Ну это люди которые Привыкли к сервису Сервиса нету Нужно стоять в очереди Нужно Обозначать Где сесть И так далее То есть Задумка классная Идея хорошая Но явно Не допиленная Также хочу мнение Моих подписчиков По этому поводу Что вы думаете Особенно тех Кто уже были Пока Субтитры сделал DimaTorzok